Дорогие друзья, все никак не доходили руки, да в общем-то и на практике во Франции мне снимать было нельзя, но вы знаете, я там кусочками более-менее поснимал, я надеюсь, что этот фильм получился каким-то таким, знаете, интересным и немножко вы что-то как за кулисей увидите. Я даже вот сегодня освободился с ужина, который отдавал и хочу вас пригласить, посмотреть, как же все-таки проходила моя стажировка во Франции. Дорогие друзья, нашел минутку для того, чтобы записать немножко видео для того, чтобы вам более-менее стало понятно, где, зачем и почему. На улице снег, идет уже, наверное, второй день, почему мне неудобно было записывать до этого, тем более, что нужно было освоиться в ресторане и как-то, знаете, немножко там не очень любят, чтобы снимали, поэтому я, в общем, до того, как зайти внутрь, я надеюсь, конечно, что в процессе мне дадут поснимать, но пока что вот только так. Значит, ресторан Флакон Десель, 3 звезды Мишлен, очень крутой ресторан, он довольно давно держит такой статус, в общем, 3 звезды давненько дали этому ресторану. Находится он вообще у черта на куличках, честно признаться, сюда не ходят никакие автобусы, люди приезжают только на своих машинах, заранее бронируют, поэтому мне приходится сюда приезжать каждый день на такси. Такси стоит 30 евро, ядрит Мадрид, я, в общем, в шоке, что моя стажировка как будто бы бесплатная, но на самом деле денег уходит, конечно, масса, вот, при всем при этом кухня-ресторан довольно маленькая, здесь еще есть несколько номеров и, знаете, очень живописно, когда, очень живописно, когда вот вокруг столько снега, это все в горах, ничего не видать, и одев теплый пуховик и теплые какие-нибудь ботинки или лунты, чувствуешь себя вообще комфортно. Погода очень мягкая, температура где-то минус 5, но погода на кухне такая очень строгая, шеф строгий, все как оловянные солдатики выполняют свои поставленные задачи, четкая заготовка, тишина, никто не трындит, у меня даже складывается ощущение, что эти люди друг с другом и не дружат вовсе. При всем этом очень интересно все построено, все работает как часы и, конечно же, все работает эффективно. Готовится здесь только один сет, сколько-то я пока не выяснил, потому что очень много всего, нету конкретного на кухне меню, в котором бы и обозначалось количество подачи. Ну, судя по тому, что я вчера видел на отдаче, значит, подач где-то около 12, то человек платит деньги и, опять же, не знаю, сколько денег стоит этот сет, я надеюсь это выяснить чуть позже, что-то взрывают в горах, а может лавины взрывают, чтобы снег лишний сходил, чтобы никого не засыпал. В общем, на кухне строжайший порядок, народ, повара, все, псу-шефы, короче, все очень идентичные, очень великолепное отношение к кухне, все знают, что где лежит, все крутистые, все превращают это действие, знаете, в завораживающее такое. Вот это стоит на уважение, наверное, этим и отличается Мишеновский ресторан, когда ты понимаешь, что здесь люди не просто отбывают наказание, а здесь люди работают и они внимательно относятся к своей работе. Ну что, у меня сегодня третий день стажировки, в горах солнце, даже вот если оно не яркое, то от снега отражается и глазам очень тяжело, очень тяжело смотреть, приходится щуриться. Сейчас вы видите то, что у меня за спиной, это когда вы выходите из ресторана, вот такой вид, ресторан находится в горах, здесь все обычно, соответственно, огромные кучи снега, все завалено, все вокруг в какой-то такой сказочной атмосфере находится. Ну, вкратце расскажу, что я вчера делал. Вчера, значит, мне поручили массу всяких опять заготовительных процессов. Из лангустинов тартар резать, знаете, само удовольствие. Это так же, как и, может быть, жарить фуа-гра. То есть, когда ты имеешь возможность работать с премиальным продуктом, они его, правда, зачем-то сначала чистят, лангустинов свежайших, потом замораживают, а потом режут. Ну, с одной стороны, удобно резать, а с другой стороны, потом, после того, как они растают, вообще в этой кашке ничего не разберешь. Какой там кубик, чего и зачем. Ну, вот так, значит, такое правило, и так они поступают. Потом я вчера тренировался расчленять перепелок. Перепелок и курей французы привозят в рестораны непотрошенными. То есть, у перепелки, например, все внутренности не вынуты, а там находятся внутри. И, соответственно, голова не ощипанная. Поэтому нужно там обрезать крылышки, это все на соус. Потом голову обрезать это в мусор. И внутренности они потом тоже отделяют и пускают на какой-то паштет. Что-то они там смешивают с фуа-гра, с этой печенкой, перепелки. Зачем фуа-гра портить такой штукой? Ну, может быть, там снижают себестоимость или просто куда-то отход же нужно девать. Но при всем при этом ножки, они отправляют... Мне этот, говорит, чувак, повар, который занимается мясными заготовками, он говорит, я их на соус отправлю. Я говорю, ножки у перепелки, это же самое вкусное. Он говорит, да, братан, но мне нужен соус, и мне варить его не из чего. Я буду варить из ножек. Мы так делаем не всегда. Иногда пускаем ножки на такой, знаете, какой-то мясной, мясную прессованную какую-то такую штуку. Они отваривают мясо, потом смешивают его с потрохами, с перепелинами, потом все это рубят, потом все это в утином жире томят или наоборот. Да, потом превращают в такую плоскую штуку, размазывают, застужают, потом нарезают, получается, такие пластинки. Похож на наш сельтисон, только перепелочный. Значит, затем я обрезал грудки, аккуратно снимал изнутри так, чтобы обе грудки оказались на коже. И потом их подворачивают, готовят и подают, в общем, так, да, без кости. Две грудки в коже, такие красивые очень. Ну и я далее помогал мыть ребятам кухню. В общем, вечером было народу не так много, и поэтому, ну скажем, не было такого ажиотажа, как, например, позавчера, когда была полная посадка, и кухня вообще фигачила. Но могу сказать одно. На кухне большое количество поваров. То есть, при всем при том, что ресторан имеет всего 33 посадочных места, только в горячем цехе работает 5 человек. Потом в холодном двое. На амезбюшах и на закусках работают двое плюс стажер. Я, соответственно, как стажер помогаю всем по чуть-чуть, везде сую свой нос. Потом, значит, в кондитерке работает 4 человека. Ну, кондитерка, конечно, такая изощренная немножко. У них очень много заготовок, много всяких деталей, много всяких штучек, дрючек. Ну, в общем, 3 звезды Мишлен это все-таки дает, как бы, о себе знать. Шеф, конечно, строгий такой. Хмурый. Раздает команды. Все, вышеф, вышеф, вышеф. Ну, звучит прикольно, как в каком-то фильме про французскую кулинарию. В общем, все, значит, так аутентично как-то. Все из лучшего продукта. То есть, они привозят каких-то шикарных куриц, свежайшая рыба, свежайшие морские гребешки прямо в панцире. Их открывают, чистят, мешками выбрасывают этот мусор от гребешков. Конечно, очень много всего отправляется в компост, что, в общем, для русского повара всегда слезы на глазах. Ну, а что делать? Вот так вот привыкли работать. То есть, все отходы они складывают в отдельные боксики, и потом отправляют на ферму. Там все это превращается в компост. Ну, что ж, вчера был четвертый день, сегодня пятый предстоит. Очень интересно, хотя и необычно проходит стажировка. Вчера я нарезал там 5 килограммов морковки для того, чтобы сварить овощной бульон. Удивительно, но овощной бульон здесь ребята варят из морковки. То есть, большая часть морковки составляет вкус этого овощного бульона. Чуть-чуть лука и немножко стебля сельдерея. Вот, странно, я всегда был противником морковки, потому что он дает сильный морковный вкус. Но удивительным образом морковный бульон, ну, то есть овощной, очень хорошо сочетается со сливочным маслом и сливками. И они его используют как добавку к соусам. То есть, они везде чуть-чуть соус загустел, а не раз туда морковного бульона размешали, получается вообще бомба. Значит, узнал я о том, что если в самогонном аппарате выпаривать ветки и ёлки, то можно получить пихтовую воду, которую тоже можно добавлять в какие-то соусы. Они и ароматизируют так неожиданно, и дают вот этот хвойный вкус, что, в общем, для меня это стало каким-то таким небольшим открытием. Конечно, всё можно выпаривать. Причём оказалось, что, например, зелёная кислица, несмотря на то, что вокруг такое количество снега, есть всегда в ресторане в свежайшем виде. Кто-то, видимо, выращивает и привозит. Потом активно используются почки чёрной смородины. Казалось бы, где зимой взять почки чёрной смородины? Кто-то это делает, выращивает. Аромат просто бомбический. И если вот ребята-повара там смотрят в весенний период, обязательно обдирайте почки у смородины, вакуумируйте их, и они так довольно долго хранятся. Их можно использовать для заваривания чая, их можно добавлять в соус, их можно использовать для создания бульонов, для ароматизации бульонов, для, например, веганских равиоли, или веганских пельменей, или каких-то веганских блюд. Можно даже в супы веганские добавлять небольшое количество отвара от смородины. Интересный факт тот, что овощной бульон используется практически везде. То есть вместо куриного стоит на плите овощной бульон, и во время горячей отдачи везде в соусы, значит, в рыбу чуть-чуть, там подварить, например, в параконвектомате добавляют овощной бульон. Ну, то есть активнее используется овощной бульон, чем куриный, например, как в русских ресторанах. Конечно, мы любим помощнее вкус и так далее. Здесь, конечно, три звезды ресторан, утонченная кухня, утонченные вкусы. Но я вам хочу сказать, что есть много всяких интересных штук, типа вот баранину, например, коре обжарили слегка, потом кладут ее на сено в кастрюлю, добавляют чуть-чуть воды, вода начинает испаряться, заваривать сено, и на сене баранина слегка доходит. Потом ее прям обжаривают на сливочном масле и уже режут и отдают. Так вот, все обжаривается на сливочном масле. Все вообще обжаривается только на сливочном масле. Такие тонны сливочного масла уходят. Теперь я, в общем, воочию убедился, что такое сливочное масло во французской кухне. Мне кажется, без него вообще не существовало бы французской кухни. Безусловно, если человек хоть раз проработал на кухне, вернее, если хотя бы год проработал на кухне, на любой, ну в России, даже в столовке, конечно, они точно так же обрабатывают овощи, за исключением там мелких деталей. Например, они используют маленькую морковку, я не знаю, где они зимы, кто-то выращивает там такую тоненькую молодую морковь. Она очень сладкая, разных цветов. Например, ну, очевидная вещь, человек, наверное, бы взял какую-то маленькую, нашел где-то в магазинах овощечистку, начал бы чистить ее или щеточкой какой-то, какой-то. Они делают так, они ее слегка на пару подваривают, потом в ледяную воду остужают полностью, потом берут пальцами вот так вот, и вся шкурка сходит. Казалось бы, гениальное просто. Вчера, кстати, был вообще сумасшедший сет от шефа из Парижа. Он сам сладкий шеф, я имею в виду не то, что вы подумали. Это шеф-кондитер, очень известный, я удивился, что у него в инстаграме 200 тысяч подписчиков, там, в общем, у него своя книга и так далее. Очень такой лояльный, приятный человек. Когда закончили отдачу для гостей, повара все его собрали для нас, ну и мы тоже помогали, собрали кучу десертов, те, о которых он рассказывал, которых кормил гостями. Мы все попробовали, были, в общем, вдохновлены. Местные ребята, повара с ресторана «Флакон Десель» все говорили, «Вау, круто, ооо». Мне такие, типа, «Чувак, да, правда круто?» Ну, они, как бы это сказать, они вот Елену Васильевну Шуромко не знают, на мой взгляд, она вообще бог там 80-го уровня по кондитерке. Но здесь все очень просто, очень лаконично, понятно, вкусно. И, конечно, самое главное, как я всегда говорю, не к чему придраться. Для меня оценка вот это «не к чему придраться» это когда прям ты делаешь классическую классную вещь, классическое классное блюдо. И, ну, правда, тебе нельзя сказать, типа, «Чувак, что-то у тебя не так». Все так. В общем, здесь все вообще великолепно.